День добрый, паной, витаюши нового господарства. Так, и сегодня мы в Смоленске на новом автоцентре Mitsubishi, группа компании Premiere Auto. И сегодня в нашем тесте будет новый Mitsubishi L200. Начать наш тест хочется с такой, может быть, не очень относящейся к автомобилям штуки, но вы знаете, на самом деле у нас в Минске тоже есть компания, которая представляет Mitsubishi, но вот сегодня это тот случай, когда белорусу требуется проехать 300 километров, чтобы взять машину на тест-драйв. К сожалению, отношения нашего дилера меня просто как-то немножко удивляют. Я неоднократно был у них в гостях, неоднократно просил, ребята, вот такая классная машина, L200, Pajero Sport, такой хороший проходимец, на самом деле сегодня в эти деньги практически больше ничего купить нельзя на рынке, я всячески хвалил, всячески говорил, как мне нравится автомобиль. Да, и вы поняли, что этот автомобиль мне уже нравится. Но сегодня хочу сказать, что вот я оказался в Смоленске, я оказался здесь, на российской земле с той целью, чтобы наконец-то все-таки оценить этот автомобиль лично. Это новое поколение, которое вот недавно обновилось, вот видите, уже новая решетка, новая вот морда лица у этой машинки. Раньше она была немножко дутая, такая кругленькая, сейчас немножко заострилась, стала более агрессивно, больше стала похожа на Outlander новый, так прикидывается паркетничком. Сегодня все уходят в паркет, уходят в независимые подвески, уходят в какой-то больший комфорт, рама на автомобилях приваривается жестко, кузов превращается в лонжеронную схему, да, и не дает автомобилю той гибкости, которая дает обычно рама, для чего она и нужна. Здесь же все осталось по классике, классический внедорожник из 90-х, спереди, значит, независимая подвеска на двухобразных рычагах, все здесь есть, то есть обычный редуктор стоит спереди, две полуосей, сзади классика, в данном случае, значит, здесь стоят рессоры, классический большой мост, рессоры. Если у нас это был Pajero Sport, что является абсолютно идентичным автомобилем по своей сути и концепции, да, в Pajero Sport это уже однообъемник, в нем будет сзади пружина, потому что рессоры подразумевают большую загрузку, они проще к ней относятся, пружина все-таки имеет свойство проседать очень активно, значит, там были бы пружины, и там было больше немножко комфорта сзади, в однообъемнике, но, кстати, сразу скажу, это абсолютно идентичный автомобиль, что Pajero Sport, что L200, они собраны на абсолютно одинаковой базе, агрегатный элемент абсолютно идентичный, разница практически минимальна, даже рама очень похожа, никаких практически разниц нету, кузов, не кузов, это уже выбирайте сами, многим людям, многим людям захочется и нужен будет этот кузов, который находится сзади, где-то вот рыбакам, охотникам, особенно охотникам, я знаю, когда надо перевозить, собственно, дичь, это лучше делать кузове, нежели в салоне, все-таки какое-то преимущество есть, единственный момент такой, как ни странно, как ни странно, лично я для стройки рекомендую взять все-таки Pajero Sport, Mitsu Pajero Sport, почему? Потому что, когда вам захочется привезти длинномер, какой-нибудь вот железо, да, вот столбы трехметровые, вот вам нужно привезти полтонны трехметровых столбов. Значит, в Pajero Sport они помещаются элементарно, поскольку у вас, по сути, однообъемник, да, вот, длинный салон, в котором все это дело влазит от бардачка, грубо говоря, по диагонали до крышки задней. Здесь же, значит, с таким кузовом теоретически иногда можно попытаться всунуть палки, в некоторых, в некоторых пикапах есть возможность открыть заднее стекло, корректно вот в этом такой возможности нету, но в любом случае перевести вот эти длинномеры, вот эта ловушка пикапа, вроде как машина предназначена для такой активной эксплуатации, жесткой эксплуатации, но перевести именно такой вот длинный груз бывает очень трудно. Хотя, честно говоря, я вот ребенку недавно вез хоккейные ворота, и пришлось брать прицеп, потому что в однообъемник хоккейные ворота просто не влезли, а в пикапе я бы не испытывал проблем, потому что сверху, увы, не ограничены ничем. В этом плане пикап где-то выигрывает, где-то проигрывает, ну, прикидывайте сами для себя. Еще раз повторюсь, и Pajero Sport, и, значит, L200, это технический автомобиль, который, в принципе, решает очень схожие задачи. Когда поставится на него Kung сзади, поставится на него сзади Kung, практически отличить эти машины будет очень трудно. Единственная разница, что, еще одна небольшая разница будет, что L200, L200, он немножечко длиннее, то есть примерно Pajero Sport, Pajero Sport заканчивается где-то примерно вот здесь вот, то есть вот эти вот полметра жизни, которые добавляет именно L, они у Pajero Sport отсутствуют. Ну, чуть больше получается, вот этот вот отсек, отсек, он здесь чуть больше. Но самая главная фишка, самая главная фишка этих автомобилей, это даже не кузов и даже не то, что здесь есть рама. Одна из главных фишек этих автомобилей, это трансмиссия, Super Select. Ребята, в этом классе, реально, внедорожников, Super Select, верх совершенства внедорожных трансмиссий. Когда у вас есть любой на выбор вариант полного привода, когда вы можете включаться как угодно. И это все реально работает, это все реально функционально. Никакие электронные системы и помощники на самом деле не перекроют возможность Super Select. Когда у вас, грубо говоря, смесь трансмиссии жесткая шестеренками, там, или цепью, или еще каким-то жестким механическим способом, это всегда на голову лучше, чем любая фрикционная связь дисков, которая может провернуться друг от дружки. Вы же понимаете, что здесь, когда включен полноприводный вариант трансмиссии, когда включен, когда вращают все колеса, да, они жестко связаны между собой. Разорвать их можно только раскрошив в клочья какие-то железные элементы. И это главная фишка вот внедорожников, которые позволяют за счет жесткой, наличия жесткой механической связи, за счет того, что эта система переварит огромнейшие нагрузки, это позволяет на такие машины поставить настоящие внедорожные колеса. На этой машине стоит Гудрич, обычная Гудрич АТ-шка, в принципе, как стартовый вариант, отлично подходящие колеса, которые, в принципе, держат 99% задач на начинающего любителя бездорожья. Гудрич АТ-шка отличный вариант для города, я уже рассказывал про это в отдельном видео. Эти колеса сюда встали благодаря тому, что, во-первых, коробка, трансмиссия этой машины позволяет это сделать. Вообще, на самом деле, еще одна фишка вот этих машин, что, в принципе, вот вы покупаете Pajero Sport или 200, совершенно малой кровью, совершенно небольшими телодвижениями сюда ставятся 33 колеса. То есть 33 колеса вот от этих, это 29. То есть, прикиньте, вот еще это 4 дюйма в диаметре, а в радиусе вы добавите еще 2 дюйма. То есть, вот настолько будет колесо выше, соответственно, машина поднимет на этих вот самых 5, это очень реально много. И это все ставится сюда реально малой кровью. И самое интересное, что почти все в этой машине выдерживает эти колеса. Как минимум, трансмиссия, мотор, они их прекрасно вытягивают, прекрасно. Порвать это трудно. Слабые места. Слабые места конкретно по вот этой платформе L200 Pajero Sport, это передняя подвеска. Единственное место, которое вызывает серьезные нарекания, это передняя, нижняя шаровая. Передняя, нижняя шаровая. Слабые блоки верхних рычагов. Это вот такое слабое место, и когда вы ставите большие колеса, рекомендую сразу, есть тюнинговые элементы, именно вот эти элементы на тюнинге, которые можно поменять, можно усилить. Во всем остальном, реально, по заду там вообще сломать невозможно этот автомобиль. Что бы вы сюда не поставили, как бы вы его не грузили, отличный мощный мост, который тянет большие колеса. И, в принципе, по подвеске там, ну там вообще нечего ломаться. Ну что там, там тяга панара и все. То есть, продольные рычаги мост и тяга, ну то есть, элементарнейшая подвеска, которую реально невозможно мать. По переду, я говорю, вот по переду есть там вопросы, особенно, смотрите, если вы ездите на штатных колесах, на штатных колесах, что, в принципе, для этой машины, я считаю, немножечко кощунством. То есть, сюда сразу ставить что-то очень злое. Вот, но если вы здесь на штатах, вообще забудьте, что у него есть подвеска. То есть, вообще вы никогда не сломаете. Это просто, вот те, кто будет говорить, что я уже проехал 200 тысяч, ребята, верю охотно. Потому что, действительно, в каких-то случаях сломать трудно. Но на 33 колесах, да, действительно, перед будет немножко не дотягивать. Но это можно усилить, теоретически можно усилить. А в остальном, по трансмиссии, по подвеске слабых мест, я сказать не могу. Вот только вот этот момент. По посадке за рулем хочу сказать следующую штуку. Я в свое время очень ругал Митсу, вот особенно на их паркетниках, за то, что очень неудобно реально в них было сидеть за рулем. Потому что педальный узел находился сюда очень близко. Руль где-то далеко. Регулировок часто не хватало. Так вот, самый прикол, что в этом автомобиле, реально, того дискомфорта, который был там, здесь его нет. Почему? Во-первых, наконец-то, наконец-то появился вылет руля. Пускай он не такой большой, но стало реально гораздо легче здесь разместиться. Во-вторых, посадка, посадка, командирская посадка в раменьке, она вот эту проблему с педалями, она тоже решает. Потому что сидушка выше, ноги немножечко опускаются ниже, потому что, собственно, мы приподнимаемся, соответственно, педали уходят ниже, решает проблему по ногам, руль застали до себя. И все на самом деле стало хорошо. И самый момент такой интересный, вот это, на самом деле, равный автомобиль. Это пикап для, собственно говоря, рабочей лошадки, для строителей, для деревни, для колхоза. И вот ты садишься сюда внутрь, и, блин, черт побери, первое ощущение, я сел в паркетник. То есть, первое ощущение, что мы находимся в Outlander. Потому что современная панель, мультимедийный экран, климатическая система, какой-то пластик с намеками на какие-то эстетические ощущения. Да, он жестковат, конечно, но елки-палки, а что вы ожидали в L200? Что вы ожидали в равном пикапе? На самом деле, отделка, вот когда ты начинаешь просто вспоминать, в какой машине, какого класса ты находишься, ты находишься, грубо говоря, в УАЗике японском, и вот сидишь, видишь вот эту панель, вот эти вот элементы, те же самые дефлекторы аккуратненькие, какие-то кнопочки, ты понимаешь, что, блин, реально круто. И машина вот внутри не чувствуется, извините, таким кондовым говнолазом. Реально классный, удобный автомобиль, с хорошими сидушками, с боковой поддержкой. Сидушки с боковой, и поверьте мне, когда мы поедем даже сейчас на вот трассу внедорожную, вот эта боковая поддержка, как найдем, реально вещь очень полезная на этой машине. И не для того, чтобы походить проворотом, а для того, чтобы не вывалиться, грубо говоря, из сидений, когда будет сложное препятствие. Вот поверьте, что во внедорожнике боковая поддержка тоже актуальна. Хоть и не спортивная болезнь, но тоже актуальна. Единственное, чего мне, может быть, не хватает в этой машине в салоне, чтобы мне хотелось, как человеку, который давно уже ездит на машинах похожего класса, я бы все-таки, вот, или чехлы делал, или что, но сидушки должны быть в коже. Потому что, если вы едете на рыбалку, на охоту, одежда не всегда бывает чистой. Вы где-то можете влезть в грязь, особенно где-то, если сами ездите в грязи, где-то там выйти, посмотреть и так далее. Штурман ваш может выскакивать, постоянно залазить, тоже там одежда не всегда бывает чистой. И за кожей уход проще. Просто из практических соображений, вот в этой машине салон, вот здесь он на своем месте. Вот эта жесткость, она, опять же, легко моется и чистится, не так царапается, повреждается старению. Это плюс. Но вот сидушки надо было тоже заценивать какой-то такой материал, который бы служил подольше. Давайте все-таки посидим сзади. Я понимаю, что это пикап, что сзади здесь места будет немного. Но давайте все-таки проверим. Раз мы покупаем такой дабл кэп, то надо знать, что здесь происходит сзади. Ну, классическая проблема рамника, из-за того, что у нас, грубо говоря, вот здесь вот снизу находится рама. Так, она прикручена к кузову через резиновые подушки. Из-за этого, собственно, пол начинается прямо вот отсюда. То есть, если в паркетниках вот это все расстояние отдано ногам пассажира, то в равном автомобиле вот это все, это идет рама. Вот эта часть, это мишура. Это порог, просто элемент декора. А пол, пол, у него начинается, собственно говоря, вот отсюда даже выше. Поэтому, конечно же, ноги висят, уши подпирают. На удивление, при этом, на удивление, я здесь поместился. И сказать, что вот ехать трудно, я не могу. Места достаточно. И если вы ездите куда-то на охоту на рыбалку, то два мужика сзади спокойно проедут где-то в 300 без проблем. Единственный такой нюанс, это есть абсолютно на всех пикапах, таких дабл кэбах, да, что вот эта вот спинка заднего сидения, она немножечко чуть-чуть слишком вертикальная, да. Ну, по удобствам сзади стеклоподъемники есть. Собственно говоря, что еще хотеть от такого автомобиля? На самом деле, не так уж и плохо. Но, опять же, мне бы хотелось кожу. Тут даже есть, если вы посмотрите внимательно, тут даже есть подлокотничек, на который можно поставить чашки. И это в утилитарном, черт побери, утилитарном пикапе, который предназначен для того, чтобы, извините, блин, в деревню навоз в кузырь возить. Ну, вот. Так, ну, давайте посмотрим толщину лакокрасочного покрытия. Что у нас с покраской нашего МИЦУ? Ну, вы знаете, вот сам капот покрашен неплохо, практически 100 микрон. 100 микрон. Но, обратите внимание на кромочку, да. Кромочка 45-40 микрон. Поскольку машина подразумевает то, что мы будем лазить в грязь, обязательно закатайте именно капот. Особенно вот эту переднюю кромку какой-нибудь бронировочной пленочкой. Ну, вот, по подтверждению моих слов, это требуется сделать обязательно. Потом по крыльям. Давайте посмотрим. Тут понятно, что это все прикрыто пластиком. Но сама покраска крыльев то же самое. 80-90-80 микрон. Глянем на крышу. Те же самые 90-70 микрон. Ну, и заднее. 85-90 микрон. Ну, то есть, скажем так, толщина лакокрасочного покрытия не рекордная. Для машины, которая будет ездить в лес, скажем так, в лес, критичные места лучше затянуть в бронировочную пленку. Итак, мы подъехали на специальную внедорожную трассу, которая построена как раз под Митсубиш. Эту трассу еще не открыли. То есть, мы скатаемся еще до того, как по ней покатится президент Митсу в мае месяце, через буквально там 3-4 недели. И мы вот будем этот трассу открывать первое. Пройдемся с вами, посмотрим, как вот эта машина, как Элька едет по вот этим вот внедорожным препятствиям. Ролики, подъемы, качели. Все это мы сейчас пройдем, посмотрим. Даже вот уклон, критический угол, который она может преодолевать реально внутри машины, очень страшно, скажем сразу. Это мы все проедем, посмотрим, быстренько вам покажем. Ну и первый, самый простой тест. Просто вот имитация канавы диагонального верхнего машины. Вот посмотрим, как наша Элька вот с этим справится. Как она будет проезжать через это препятствие. Посмотрите, пожалуйста, артикуляция подвески. Обратите внимание на заднее колесо. То есть полуметровые практически препятствия, задние колеса не отрываются от земли, проезжает его довольно легко. Ну вот сейчас, вот сейчас она цепляет, но туда немножко руля. Вот, справляйте, все ровно, ровно. Итак, обратите внимание, какой ход у подвески, да? Какой ход у подвески автомобиля? Она висит, и посмотрите, вот реально полметра тут точно есть. То есть взаимное перекрещивание осей просто феноменальное. И какие рядок черту паркетники? Паркетники такие проблемы вообще в принципе не решают. Что самое интересное, мы не блокировали задний мост. Этой машине сейчас это даже не нужно. Она ездит и так. Сейчас вверх не произошло с другой стороны, как вы видите. Так, и вот другая сторона. Поехали. Да. Красиво работает подвеска, красиво работает автомобиль. Следующее препятствие у нас такая вот импровизированная гать. Бревна очень скользкие, машина скользит, и в салоне реально страшно качает. То есть работа подвески, проезд по препятствиям, достаточно сложно. Вы слышите, как ломаются бревна в машине, по барабану это все. Работает колеса, работает подвеска. Прекрасное препятствие на проверку. Вот честно, загнать сюда Duster, он сломается где-то посредине этой дорожки. Но самое интересное, наверное, в салоне происходит, да? Вот для чего нужна боковая поддержка в этом автомобиле? Так у нас имитация переезда через железную дорожку. На понижающке, аккуратненько, плавненько, газ плюс тормоз, проезжает машина. Тихо, 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 медленно. Главное не упасть, не удариться, а бреть с лонжеронами. Ну, это классика для любого препятствия. Но вы же понимаете, что иногда приходится преодолевать даже такие вещи. Заехали, аккуратно, медленно, по чуть-чуть съехали. Плавненько. Давайте посмотрим с этой стороны. Ничем не задевает машина, все в порядке. Дальше двигаемся. Все хорошо, ничем не зацепили. Причем, заметьте, уже накопали ямки, но все равно проблем особых нет. Тихонько, медленно съезжаем. Без проблем. Проедьте, пожалуйста, здесь, представьте, через железнодорожные пути, проедьте на каком-нибудь паркетнике, я посмотрю на вашу машину. И будет очень смешно, как вы потом в панике будете ее оттуда снимать. И сейчас самое интересное препятствие, это вот такая вот внедорожная горка. Если попробовать ногами, ногами зайти, ну вот честно, я дохожу где-то вот досюда, вот, я досюда дошел, и дальше, дальше мне уже надо держаться руками, дальше мне уже просто страшно залазить. Уже отсюда идти не хочется, просто не хочется. И сейчас мы это препятствие попробуем проехать на нашей Л-200. Я не знаю, мне было бы страшно, наверное. А кроме самолетов что-нибудь видно? Нет? Интересно. Ну и сейчас понижай-ка, тихонечко, аккуратненько спускаемся. Левее, да, левее руль чуть-чуть на меня. Все. Блин, настолько все на грани, а? Какие есть огромные углы, я не представляю. Ну и последнее, это мы сейчас посмотрим на диагональный вот этот вот склон, максимальный крен автомобиля, как она справляется с такими вещами, упадет ли на бачок. Опять же, машина вот сейчас вот вывесилась, видно, что она полностью висит. Да, впечатляет. Начинаем поездку на нашем Л-200. С нами менеджер Александр, ну, можно так скажу, да, руководитель, непосредственный всего отдела маркетинга. Ну, Александр, давайте первый вопрос. Новое поколение Л-200, да, что изменилось? Конкретно, по вот этим вещам. Ну, новая морда, понятно. Концептуально. Новый двигатель? Ну, новый двигатель, это, во-первых, он стал уже не такой вот жесткий, как раньше, тракторный. Он более мягко работает, как вы заметили. Также изменилась шумоизоляция в автомобиле. Вдобавок, еще понесло изменение то, что в старом поколении Л-200 стоял Super Select первого поколения. Да. Сейчас стоит Super Select второго поколения, что делает машину более устойчивой. Я поясню, то есть, получается, когда у нас 50 на 50, чтобы все понимали, да, то есть, когда вы идете в поворот, заходите, у вас жестко включен центр, да, то у вас очень сильно положит морда. И когда распределение идет 40 на 60, получается, машина в повороте уже более так поддатно входит. То есть, у него появляется такой, то есть, 50 на 50 недостаток, острый недостаток поворачивания. И когда у вас 40 на 60, поворачивание ближе к нейтраминаме. Все, правильно. Поэтому это тоже важный момент. Ну, и главное отличие для потребителя, в чем заключается, то есть, три привода раздатки электродвигатель. Правильно? Все правильно. То, что раньше это было вручное переключение, сейчас это идут электронные сервоприводы. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, как бы, отказов по тому, что не работает электроника, еще такого не было. Да, никаких вот пожгутам. Тем более, эта система уже давно проверена на том же самом Баджиро 4. Все-таки электронная система, хоть и там и ручка стоит, но там уже та же самая электрическая переключается. Ручка – это обманка. Да, ручка – это обманка, потому что многие привыкли видеть ручку и думают, что это действительно раздатка. Раздатка она везде, просто здесь электросерва первые приводы переключает. Все правильно. Я уже вот очень давно, больше восьми лет езжу на похожей машине, по концепции, да, и у меня тоже электроприводы. Я тебе скажу, за восемь лет я вот так и не сломал. То есть машина плавает, тонет, купается в грязи, соль зимой, и как бы никакой хер эту электромоторочку не берет. Одно время, кстати, автоматов в этом классе вообще никого не было. Все давали только ручку. Сейчас еще, кстати, на дизеле, на механике в комплектации стали ставить шестиступенчатую механику. Раньше не было, только было пятиступенчатая механика. Сейчас они стали ставить шестиступенчатую механику. Мне кажется, что просто раньше этот мотор шестой передач просто не вытягивал. Ну да. Просто у нее дури не хватало, и не было смысла это делать. Сейчас дури вагон, и она может на шестой передаче по трассе ехать сотку на обороте. Ну, 1200 оборотов, и дури вот так вот. По расходу, получается, где-то литров 7,5-8 опять же поставили мотор, низкие обороты, он тянет, соответственно расход упал сильно, вообще просто довольны, ну комфорт я бы все-таки посмотрел бы все-таки на Pajero 4, если говорить про комфорт да, ну естественно по комфортности по ведению именно на трассе и как он себя держит, то четвертка будет намного удобнее именно за независимой задней подвески независимая подвеска тоже есть плюс в бездорожье в том, что нету моста он не утюжит, он больше колею может править я соглашусь, да, тоже ситуация какая, эта машина у нее просто просится в одну из 33 колес вот, и на 33 колесах большой вопрос, кто там что будет утюжить поэтому а мост, когда стоит мост, он все-таки мощнее, чем полуоси а в четвертой пожары и варки особо не засунешь, и артикуляция не позволяет там 35 точно уже не влазит ну там все-таки четверка, она больше она законченная, да так, давайте померяем шум мы сейчас двигаемся в городе вот у нас этот новый дизель который стал вроде бы как тише по крайней мере должен быть тише сейчас мы выйдем на главную улицу какой у него разгон, блин, при такой массе ну смотрите, дизельный автомобиль это пикап, вы понимаете такой японский УАЗик, да? ну, 65-го час 69 дБ, реально блин, вообще мотора вообще не слышно стоит Гудрич АТ-шка, ее не слышно так просто, блин, вот чудо они реально, вот внутри едешь вот по ощущению я сижу не в Эльке, блин, идите кондовой, да? в грязных рыбацких сапогах а я сижу в Аутлендере, блин в паркетнике вот просто, вот по этому салону по ощущению от шума, от дороги ну, конечно, когда начинаются колечки-ямки сзади мост и рессоры начинают вспоминать где ты находишься, конечно дают о себе знать но большой шаг вперед реально, 180 лошадей которые они здесь вышли давно, вот надо было на этот блок поставить современную систему впрыска давно они даже, как бы, немножко затянули кстати, а вот по системе впрыска на российской сагарке были какие-то вопросы там ну, честно нет, нет, нет не было никаких вообще да, это тот двигатель который по системе впрыска вот они добились она заводится в минус 30 без проблем у нее же стоит подогрев топливной рампы с завода уже установлен у него предпусковые вот эти все подогревы короче, грелками обвешено, как новогодние елки-герлянды, да? да, никаких проблем в этом нет и стоит ТЭН, который салон греет да, естественно ТЭН стоит там, что дизель долго прогревается а здесь стоят электротэны когда вы включаете ставите на нейтральную передачу у вас уже в салоне тепло датчиками потом определяет что система прогрелась и уже переходит на обогрев антифризом ну, по поведению на дороге ну, да, ребят это рамник то есть то, что это рамник это чувствуется сразу и надо четко понимать что когда вы садитесь в машину у которой сзади блин, цельный вот здоровый неразрезной мост который весит 120 килограмм да, вот эту массу надо как-то успокаивать то есть да, конечно это где-то крепче да, потому что все-таки элементы подвески вот эти продольные огромные рычаги с таким мощным сайлентблоком это, конечно, крепче чем какие-то слабенькие шаровые там еще там что-то да то есть ну, понимаете что этот мост когда начинает прыгать на кочках да, это будет ощущаться как очень жесткая дубовая подвеска плюс еще сзади рессор ну, это специфики L200 пожароспорт будет пружинный он будет чуть попроще в этом плане но все равно мост это, блин, черт не верю мост и не важно что вы там с ним будете делать любая машина на мостах едет всегда в разы в разы хуже чем машина на независимых подвесках это просто когда у вас редуктор разрезан почему начиная с 90-х машина такого класса спереди начали ставить два образных рычага независимую подвеску потому что перед, который проезжает неровности это вот то, что мы чувствуем на руле то, что мы чувствуем в первую очередь ну, управляем автомобилем сидя на диском месте и поэтому на вот таких недорожниках это такое меньше изол да, такой компромисс на который пошли производители и все машины вот такие недорожники с тех пор передний привод идет независимой подвеской чтобы повысить комфорт чтобы машина хоть как-то ехала по трассе сзади да, она начинает козлить потому что мост успокоить нельзя малой кровью но это проблема да, у нас сейчас не очень хороший участок дороги и как я сказал мост, рессоры дают о себе знать конечно, это все немножечко долбит но надо понимать что или у вас будет очень валкая машина и по-прежнему из этого моста вы будете на мелких неровностях чувствовать удары либо она будет достаточно неплохо управляемость иметь но будет при этом довольно-довольно жесткая то есть мы имеем здесь вот такую картину это неизбежность и те, кто покупает эту машину и хочет сделать из нее такой вот рафинированный городской красивый такой парадный танк вы получите жесткий неудобный автомобиль который вас будет раздражать мое мнение купите Pajero 4 вот честно вот эта машина в городе настолько комфортнее настолько удобнее настолько лучше и даже если вы выезжаете на трассу там это еще больше вы заметите понимаете то есть независимый подвеск как я сказал там нету там есть мосты по-прежнему да но они просто вот остались только редукторы открыты остались полоси это снизило неподрессоренная масса машина гораздо комфортнее она едет 4 Pajero многим паркетникам по своей устойчивости на трассе даст фору честно вам скажу и плюс там остался суперселекцию что вам нужно там побаловаться где-то раз в год выехать на шашлык вы там справитесь прекрасно машина вот этого класса она конечно немножечко даст человеку больше запас прочности то есть это все-таки рамы недорожники запас прочности заключается в том что ее рассчитывают на очень большие нагрузки то есть сегодня вот такая проблема что рама начинает приваривать кузову там американцы начинают этим баловаться рамы начинают интегрировать в итоге остаются от нее какие-то лонжероны и постепенно рамы в том превращаются в там действующий кузов кстати Pajero 4 у нас что? как раз такая история почему нужна рама? давайте расскажу кратенько не буду сейчас давать лекцию на целый час рама это гибкость многие думают что рама это жесткость вот неправильно рама это гибкость то есть машина которая равный недорожник кузов этого автомобиля к раме прикручен через маленькие резиновые проставочки подушки такие то есть у вас на каждой стороне по 5 шпилек это вот так вот она начинает выгибаться и это плюс это дает машине проходимость более того это дает выносливость то есть когда у вас начинает гнуться весь кузов и скрипеть то есть через пару лет тот же черок вы ушатаете так что у нее дверь перестанет открываться вот особенно вот американцев это касается вот у них слабое место это реально а когда у вас рама у вас гнется рама и на вот этих резиновых подушках собственно говоря кузов остается в неизменном положении он не играет особенно это важно когда у вас вот как в эльке сзади кузов который, в принципе, никак не привязан к основному салону, да, и когда вот даже заезжает диагоналка, если внимательно посмотреть, там зазор такой, сзади 3-4, это сделано не случайно, потому что он именно играет, рама-то гибкая, и это огромный плюс, огромный плюс этому автомобилю на бездорожье, то есть дополнительно вот эти артикуляции, там реально добавляется еще сантиметров 5, вот этого зацепа за грунт, это именно за счет того, что гнется рама, это вот главный плюс, это не жесткость. Проблема в чем заключается? Проблема заключается в том, что, конечно, когда вы попадаете на равном машине ДТП, ваша жизнь, собственно говоря, дана вот этим 10 шпилькам с каждой стороны, если, не дай бог, рама оторвется, будет такой очень сложный удар, такое бывает, ДТП, это немножко опасность есть повышенная, то есть, опять же, человек, который покупает этот автомобиль, должен четко понимать, что он покупает и зачем. Грузоподъемность данного автомобиля тонна, да, и то, что он может буксировать прицеп, оборудованный тормозами, 2,5 тонны, да, то есть это та же самая груженая газель, которая едет перед нами, абсолютно верно, да, и, кстати, в этом моменте еще смотрите, какая ситуация, вы-то хотите, допустим, купить себе машину, ну, пускай, допустим, под жесткое бездорожье, да, вы хотите поставить на нее лебедку, здесь рама, да, вы на эту раму повесили все, что угодно, вы ничего никогда не повредите, что бы вы ни делали, понимаете, эта машина все выдержит, ее можно будет дергать, выдергивать за эту раму откуда угодно, ничего, вряд ли вы там что-то оторвете, понимаете, когда же у вас, грубо говоря, несущий кузов, вот, то, вот, как это бывало с нивами, то есть хорошая лебедка рвет ниву пополам, понимаете, то есть практически люди, умельцы, которые серьезно тюнингуют нивы, они дополнительно там переваривают, перевязывают передний бампер задним, потому что, ну, несущий кузов, это несущий кузов, и рама в таких условиях, это просто вот та вещь, которая нужна обязательно, она дает, во-первых, первая гибкость, и второе, вот, именно в рывках, она вот стреляется тем несущим элементом, который, собственно, на который все навешано, и который все держит, ее нельзя порвать, сломать, это реально такой огромный такой швеллер, понимаете, вот такой вот, 20-30 сантиметров высотой, кстати, вот хотел спросить еще такую вещь, какой-то именно внедорожный тюнинг, вот, официальный дилер предлагает на эту машину, или это на откуп уже потребительства самостоятельно, у вас есть что-то вот из коробки? Мы можем все подобрать, все, что вы хотите, вплоть до лебедка, без всяких проблем, все с вами выбрать, поставить, сделать, чтобы... Вот, и это будет с гарантией, со всеми делами, да? Да, естественно. А вот именно сам Митсу, у него есть какие-то заводские, вот, какие-то решения по установке лебедки? Готовые там места, заготовки, там, рекомендации какие-то даже можно? Все-таки, наверное, те компании, с которыми Митсу работают, и уже усиленные бампера идут, и уже все-таки на них ставятся. То есть это не официальные, а уже такие тюнингованные придворные ателье, которые занимаются доработкой этой машины? Но на нее уже есть готовые решения, где надо какие-то самовары делать? Не надо никаких самоваров делать, и вдобавок, что когда выходит новый, там, автомобиль, да, внедорожный, все эти компании непосредственно приглашаются в Митсубиши, они осматривают, делают, приходят к каким-то выводам, и уже рекомендованы, есть фирмы по установке этих вот силовых бамперов, лебедок и всего-всего, которые уже сама компания Митсубиши одобрила. Вот очень серьезный плюс, опять же, у машины. Когда у вас есть много готовых, правильных решений, вам не надо изобретать колесо. То есть это, вот, это действительно очень-очень хорошо. Мне надо ничего варить будет, ничего. Опять же, преимущество вот этих машин перед тем же корейцем Рекстом, да, на Рекстом хрен вы что найдете. Вы хрен найдете на нее нормальный шноркель, лебедку будете, как я, мучиться там, самоварные кронштейны эти делать, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, все готово, все есть. Девочки, вы идете? Симпатичные, девчонки. Ну что, ребята, выводы. Покатались мы на новом L200, новом автомобиле. Спасибо Premier Auto, спасибо дилеру Митсу Смоленске за такую прекрасную возможность. Еще раз повторюсь, прекрасный дилер, который, в принципе, идет на контакт, который очень гибкий, который работает с клиентами очень хорошо. Я всячески всем рекомендую обратить внимание, в принципе, 300 км до Смоленска, не так и далеко от Минска. Про машину, выводы. Выводы про машину следующие. А сегодня, сегодня вот Митсу, вот это вот семейство L200 и Pajero Sport, это практически единственный такой достойный вариант купить настоящий, такой олдскульный, грамотный внедорожник сегодня. Потому что, еще раз повторюсь, очень мощная, хорошая раздатка, суперселект, тот мотор, который раньше когда-то был очень слабым двигателем, D4-56, который когда-то был 90 лошадей, сегодня это уже цепной привод, прямой впрыск Common Rail, пускай и Denso. Да, сегодня это почти 180 лошадей, эта машина уже едет не напрягаясь, ее не надо переключить, это не так нагружено, как было раньше. Конкуренты, конкретно олд 200, конечно, конкуренты есть. Да, там есть Ranger, Mazda, БТ-шка, то же самое, есть Hilux, Hilux, как их называют у Тойоты. Там вариантов, конечно, может быть и много, да, и там можно там поиграться, посмотреть. Но если вы смотрите на вот одноплатформинг этого машины, вот Pajero Sport, то там вариантов просто уже нету, вот просто нету. И что там купить? Prado, ну это космические деньги на самом деле, вот я считаю, что Prado таких денег не стоит. А вот Pajero Sport, вот его одноплатформинг, его брат родной, это самый главный сегодня выбор из таких вот именно равных машин, у которых сзади настоящий есть мост, у которых по заводу есть блокировка, Super Select, автоматическая коробка, хороший дизель. Вот вариантов по сути нету. L200, L200, да, первое, автомат, нормальный, хороший автомат. Второе, хорошая раздатка, которая очень реально может многое, у которой не жесткий part-time, а просто может быть постоянный полный привод с разблокированным центром. Потому что у того же Ranger, у того же БТ-шки, там именно жесткий передний привод подключаем part-time. Когда вы 90% времени будете ездить только на заднем приводе, и когда вы подключаете передок, у вас машина вообще, блин, неуправляемая становится, понимаете? И вот Super Select, плюс автомат, плюс задняя блокировка, ну просто нет вариантов. Prado, да у Prado даже попроще трансмиссии на самом деле, да? И с дизелем там тоже не все так хорошо, и с шоколадом там тоже вопросов много. Поэтому, конечно, вот эти машины вот этим берут, потому что просто вот, если копнуть глубже, вариантов не остается. Могли быть, конечно, могли быть корейцы, могли быть Rexon, но я, как владелец Сан-Йонга, Rexon сейчас не рекомендую смотреть. Двигатели, конечно, не то, и надо очень много руки прикладывать. И, ну, вот эта машина дешевле. Если вам не хватает, не хватает на Pajero Sport, ну, вот возьмите L200, через какое-то время поставьте Kung. Ну, как вариант, да? Потому что, ну, реально умный выбор. Короче, понравилась мне эта машина. Понравилась. Надо поговорить, может мне скидку сделают. Вот. Ну, а на этом все. До новых состретей, до побочения. Продолжение следует...